Всем здравствуйте! Вы снова в Аверс Клубе. Сегодня ужасный пасмурный день. Сегодня у меня маленький обзор на такую же маленькую монету. На камере нет, к сожалению, режима макросъемки, и поэтому буду приближать как могу. Недавно купил вот такую прелесть. Я бы даже сказал мою прелесть. Это кыргызская одна тыинка 2008 года. На Аверс лучше посмотреть на другой монете. Допустим, возьмем 50 тыинок. На Аверсе изображен герб, год чекана. На Реверсе изображен, естественно, номинал и традиционный орнамент. Вот она. Она такая маленькая, эта тыинка, что она меньше, чем российская одна копейка. Она меньше, чем казахстанские один тенге. Она меньше, чем украинская копейка. Она меньше, чем польский грошек. Она меньше их всех, и поэтому она по праву претендует на самую маленькую монету в моей коллекции. Тираж этой прелести всего 95 тысяч монет, ну то есть совсем немного. Монета номиналом 1 тыинка была выпущена только для коллекции, и в обращении ее не запускали. Толщина монеты меньше миллиметра. Вес ровно 1 грамм. Явно делали по аналогии с копейкой еще советского периода. Она тоже весит 1 грамм ровно. Вот такая чумазенькая, у меня нету нормальной. Тоже весит ровно 1 грамм. Кстати, это очень удобно. Чем пересчитывать целую гору мелочей, достаточно взвесить и сразу знаешь, сколько копеек, в данном случае тыинок, ты кинул на весы. Чканили такую прелесть на казахстанском монетном дворе. Покажу вам остальную ходячку Кыргызстана, которая была выпущена в оборот в январе 2008 года. Тыины уже не ходят, хотя по закону до сих пор являются законным платежным средством. Как и все остальные купюры, банкноты, выпущенные с 1993 года. В Кыргызстане, к сожалению, не был, но, надеюсь, еще побываем. 10 сомов появились в декабре 2009 года. Вот такое у меня недавно было приобретение. Желаю вам найти такую же прелесть для своей коллекции. Всем удачи и до скорого. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok